Велосипедная гонка Вот это молодое поколение, 99-2000 год. Тем более, это через два года будет спартакиадный возраст, который будет участвовать в спартакиаде в 2015 году. Мы вот сейчас уже начинаем этих ребят готовить к тем соревнованиям. В рамках пятидневного тура прошли личные и командные заезды на различных площадках Омска. Велосипедисты открыли тур надежд на Соборной площади групповой гонкой на 21 километр. Один из этапов проходил на стадионе «Динамо», где спортсмены соревновались в индивидуальных заездах на 3 километра. Лучшие результаты здесь показали воспитанники Омского велоцентра. Главный тренер сборной Омской области рассказывает, у ребят была серьезная подготовка, а недавние выездные соревнования прошли для них как нельзя лучше. Первый основной старт у нас был. Мы участвовали в чемпионате первенства Тюменской области во всероссийских соревнованиях. Достаточно удачно в раздельном старте. Заняли второе, четвертое, пятое и так далее места. То есть в десятке оказалась почти вся сборная. Чувствую себя нормально в форме. Уже почти в середине сезона подготовлен хорошо. В Тюмени тоже отлично проехали своей командой. Основные состязания тура «Надежд» прошли у арены Омска. Здесь выявляли сильнейших в гонках на 42 километра и критериуме на 20 километров. В последнем зачете велосипедисту из Кемерово удалось опередить сразу нескольких омичей перед самым финишем. Как тебе удалось выбиться вперед? Все наравне шли? Ну, мне помогла команда. Вывозила меня везде. Помогала. По итогам пяти этапов победителем велосипедной гонки «Турнадежд» стала мяч Амангельды Адилов. Второе и третье места достались Эдуарду Ржову и Давиду Тарасяну. Оба из Кемерово. Общий зачет классификации «Активный гонщик» также выиграл Амангельды Адилов. Лидером в командном зачете стала дружина Омской области. Первое многодневное испытание в спортивной карьере юных шоссейников завершилось. Бесценный опыт крупных соревнований, несомненно, поможет в будущих успехах спортсменов, подающих надежды.